Нефтехимики и нефтепереработчики региона собрались на традиционной, 11-й по счету, специализированной выставке в Экспо-Волге. В этот раз она посвящена Году экологии в России. В течение трех дней лидеры крупнейших компаний будут делиться опытом внедрения новых технологий в добыче, переработке, транспортировке и хранении нефти и газа. И обсуждать единую стратегию в охране окружающей среды. Недра Самарского края богаты голубым топливом и черным золотом. Львиная доля налоговых поступлений в бюджет региона от добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Лидеры отрасли, которые держат на плаву экономику страны, вновь собрались вместе, чтобы отменяться опытом, обсудить перспективы, найти новых партнеров и укрепить уже существующие связи. Такие площадки необходимы для профессионального сообщества, для развития. Это нужно поддерживать всячески, это нужно развивать, создавать условия для того, чтобы предприятиям на территории Самарской области работалось комфортно, чтобы предприятия хотели здесь развиваться, хотели здесь внедрять какие-то свои новые, передовые, современные методы, технологии, просто расширять свое производство. В год экологии особое внимание ресурсоснабжению и охране окружающей среды. Для этого крупнейшие игроки нефтегазового сектора реализуют экологические программы, модернизируют производство. Сегодня совершенно другие подходы и требования жителей Самарской области, вообще-то предприятиям промышленного комплекса, особенно к нефтехибе. Мы хотим, чтобы реализовывалось наше конституционное право на благоприятную окружающую среду. И поэтому мы с интересом смотрим на сегодняшнюю выставку. Эта работа должна быть повседневно вестись, и я еще подчеркиваю, не только в год экологии. Инициативы в сфере экологии самарских дочерних обществ компании «Роснефть» отразили в меморандуме. Документ торжественно вручили руководителям профильных министерств. Георгий Федоров, Алена Алешина, Алексей Гриднев. Новости губернии.